Всем привет! Меня зовут Наталья Невзорова и сегодня я вам расскажу об этой помаде Mousse и также протестирую ее у себя на губах. Я взяла для себя несколько оттенков этой помады. Ну вот сейчас конкретно я буду рассказывать об оттенке коралловый 31946 его код. Ну для начала давайте посмотрим. Во-первых, у этой помады такой своеобразный тюбик. Вот так он выглядит. И если я ее начну открывать, то у нее очень оригинальная кисть, аппликатор. То есть выглядит она следующим образом. Она плоская как лопаточка и по сторонам этой лопатки с одной и с другой стороны находится очень такой мягкий борс, который очень хорошо наносит эту помаду и растушевывает ее на губах. Несколько ощущений и впечатлений об этой помаде. Первый раз, когда я нанесла эту помаду, мне показалось, что это самое худшее, что я пробовала из всех помад серии V1. Из всех помад Reflame. Но на самом деле к этой помаде нужно приноровиться. Когда я нанесла следующий тон, потом еще один тон, вы знаете, во-первых, что я для себя отметила. Помада достаточно долго держится на губах. Это первое. Второе. Она очень мягкая и плотно облегает губы. То есть действительно она очень похожа на мусс. Вот если мы сравниваем помады устойчивые, которые являются сухими в основном помадами, и эту помаду. Эта помада не заявлена как устойчивая помада, но на самом деле она достаточно долго держится. И плюс она не пересушивает губы. То есть для меня это очень комфортное ощущение на губах в течение нескольких часов. Далее. Если вы покушали, помада, конечно, стирается. Но она стирается не полностью. То есть вот что я для себя отметила, что даже после еды помада сохраняется на губах. Единственное, конечно, все-таки ее лучше подправить. И еще, что я для себя отметила, это то, что ее можно наносить без контурного карандаша. Если, например, вы наносите эту помаду, и у вас она начинает неровно накладываться, то я вам советую перед ее нанесением нанести бальзам. Я пробовала. Помада на бальзам достаточно хорошо наносится и не скатывается. Что еще я могу отметить? У этих помад в основном интенсивные оттенки. Единственное, есть два оттенка, которые более-менее спокойные. Это оттенок, который называется карамельный. И оттенок, который называется персиковый. То есть это более-менее такие спокойные оттенки. Но персиковый оттенок больше подходит для блондинок. Есть еще более-менее традиционный оттенок, который можно покупать женщинам, которые не любят очень-очень яркие оттенки, но и не любят бледные оттенки. Это оттенок называется темно-розовый. Все остальные цвета интенсивные и яркие Формула этой помады очень хорошо ухаживает за губами И что я еще для себя отметила Что цвета получаются достаточно глубокие Эта помада матовая и очень-очень красиво смотрится Единственное, ее нужно приноровиться, аккуратно наносить И вот сейчас я вам покажу, как она наносится Для того, чтобы вы могли убедиться, что помада изумительная Итак, я беру оттенок коралловый И начинаю наносить его на губы Итак, вот помада нанесена в один слой И я еще покрою губы еще одним слоем Хотя, в принципе, этого может быть и достаточно Посмотрите, как замечательно ложится оттенок на губы Причем, как вы ее нанесли, так она у вас и будет лежать по контуру То есть, я вам рекомендую обязательно купить себе один из оттенков этой помады Протестируйте и напишите в комментариях под видео ваши ощущения С вами была Наталья Невзорова Если вам было полезным это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится» Делитесь им со своими друзьями в социальных сетях Подписывайтесь на мой канал И до новых встреч!